Здравствуйте! Несмотря на то, что изобретение минивэна как класса, как типа автомобиля может вполне оспариваться и России в том числе, ведь этой проблемой серьезно занимался еще в 40-х-50-х годах наш известный дизайнер Юрий Долматовский, продажи этих машин у нас в стране стремятся к нулю, но считайте сами, за половину 2006 года было продано всего лишь около тысячи новых однообъемных автомобилей. Это ничтожно малая цифра по сравнению с той же Западной Европой, где каждый пятый автомобиль, что выбрасывается на рынок, это уже однообъемник, автомобиль с кузовом так называемой вагонной компоновки. В лидерах нашего рынка и в лидерах европейского рынка вот эти две машины пока не числятся. Это Ford Focus S-Max и это Mazda MX-5. И не числятся вот почему. Это новые автомобили, они еще не успели завоевать свой кусок рынка, не успели набрать свою популярность ни там, ни здесь. Поэтому нам вдвойне и интересно и самим познакомиться с ними и познакомить с ними вас. Тем более, что с нашей точки зрения они олицетворяют как бы разнополярность вот этого сегмента минивэнов. Потому что с одной стороны это утилитарные семейные машинки, такие как например та же Mazda 5, либо это молодежные, агрессивные, немножко, прошу прощения за сленг, понтовые вещи, такие как Ford Focus S-Max. Но как бы то ни было, как бы не распределились наши симпатии и ваши симпатии, самое главное послание, которое мы хотим донести до вас этим тестом следующее. В России автомобили с однообъемными кузовами очень сильно недооценены и зря, потому что у них есть ряд неоспоримых преимуществ, о которых мы сегодня с вами и поговорим на этих двух примерах. Вступиться за минивэны мы решили с моим коллегой Артемом Рудаковым. Слово минивэн в нашей стране до сих пор звучит как приговор. Приговор к семейному образу жизни со всеми ограничениями и заботами. С совпливыми детишками в салоне вместо шумных компаний, с упаковками памперсов вместо наборов для пикника, и сдачной рассадой на задней полке вместо принадлежности для активного отдыха. Приговор был вынесен давно и, казалось бы, обжалованию не подлежит, но на самом деле всерьез об обжаловании пока никто и не решался. Как до недавних пор никто не думал, что бывает красивая одежда для беременных, а сегодня она уже есть. И сегодня есть автомобили с однообъемным кузовом, которые не задавят индивидуальность владельца подчеркнутой функциональности. Ford S-Max и Mazda 5 можно считать первыми ласточками. Первыми однообъемниками, которые предлагают широкие возможности не накладывать на владелец лакируя широких ограничений. Провожая S-Max, глазами нельзя заранее предугадать, куда направится его владелец. В детский сад с детьми или на презентацию новой коллекции зимней одежды. И там он будет выглядеть вполне уместно. У S-Max очень динамичная внешность. Агрессивная форма кузова и воздухозапорники на передних крыльях зрительно переводят его в категорию практически Maskell Cars. Но этот перевод немножко преждевременный. На крыльях лишь имитация, а под капотом в нашем случае всего лишь 2 литра и 145 л.с. Внешность Мазды честнее. Она не вызывает спортивных ассоциаций, это вполне подтверждается ее темпераментом. Тем более, что под капотом вообще 1800 губов. Но не будем забегать вперед. Прежде всего нас интересует то, ради чего эти автомобили и лишились в свое время таких первичных признаков, как отдельный капот и багажник. Так, объем. Вот что здесь главное. И несмотря на то, что Мазды 5 на 30 сантиметров короче S-Max, который построен на платформе нового Мондео, куда более крупногабаритного, у нее есть три полноценных ряда сидений. Причем на заднем диване даже двум взрослым амбалом под метр восемь не тесно проверили. Но еще в Миниване должно быть много полочек, ящичков, бардачков и отнюдь не только за тем, чтобы перевозить контрабанду. Ну, собственно, вот и разобрались. А куда мы денем вот это? Ну, знаешь, Андрей, я это вожу не контрабандой, стесняться нечего. Здесь, в принципе, есть кое-какое место. Немного, но все же... Так, ну... Ну, зато под ним есть какая-никакая запаска. Это же дакатка обычная. А у тебя в Форде есть такая? Ну, в Форде нет ни одной запаски, ничего страшного. Зато как быть вот с теми вот мелочами, которые куда-то нужно в этой машине распихать? Ну, во-первых, здесь есть вот такая вот штука для канистры с маслом. Очень удобно. Не надо никуда лазить, и тем не менее она не прыгает и не болтается по багажнику. Ну, конечно, я понимаю, куда-то без масла, если ты за 7 тысяч километров налил сюда почти литр этого драгоценного нефтепродукта. Ну, заметьте, это дело за свой счет, а не за деньги редакции. Ну, запишем этот литр масла в минус Мазде, хотя будем надеяться, что это недостаток, присущий лишь данному конкретному автомобилю. А насчет контрабанды, это серьезно. Пограничникам и таможенникам впору раздавать инструкции по эксплуатации современных минивэнов. Дизайнеры-компоновщики проявляют чудеса фантазии. В Форде с Макс, увы, мы не найдем третий ряд сидений, но зато объем багажника покоряет. Ну, что особенно радует вас, Макси, так это обилие всяких потайных полочек, ящичков и всяких нычек. А еще здесь есть одна замечательная потайная полочка перед задними сидениями, куда можно спрятать, например, контрабандный антиквариат при пересечении государственной границы. За отдельную незначительную сумму любой покупатель С-Макса может заполучить себе вот такой вот органайзер пространства, механический. И при наличии небольшого количества свободного времени, пространственного брожения и основной чертательной геометрии, мы можем установить все это дело в салоне автомобиля, чем мы сейчас и попробуем заняться. В принципе, все это очень напоминает инструкцию по сборке мебели Икеа. Идеальная штука для развития мелкой моторики рук. Между прочим, в детстве по предмету труд у меня была пятерка. Вот такая вот еще штучка есть. Какая? Вот такая вот. Да, спасибо тебе большое. На самом деле, я еще не глумлюсь, пошла всего 15-я минута. Для издевательной странновато, по-моему. А у меня больше нет короники и болтиков. Доеду к ближайшему дилеру. Мне кажется, я уже начал понимать идею, конечно, вот этой процедуры. А паровозики входят в комплект? Вот, собственно, и все. Закончил, но не так уж и долго. На все про все ушло чуть больше 20 минут. Я пока не понимаю смысла вот этих всех приспособлений, но выглядит, надо сказать, красиво. Повторяю, для тех, у кого плохо развито пространственное воображение. Вот за эти серьги мы теоретически можем прицепить сетку, которая вот здесь на полу будет удерживать хрупкие ломки, рассыпчатые предметы от несанкционированных перемещений по салону. Давай же закрепим, где же сетка? Ну, сетка в этот комплект не входит, поэтому за ней мы должны поехать к ближайшему дилеру. Огромное ощущение света, пространства в этом автомобиле достигается не только благодаря двум огромным стеклянным люкам в крыше, но и благодаря вот этим светлым материалам. Да, пусть это пластмасса, имитирующая алюминий, но ощущение причастности к небу, ощущение легкого, пусть и бреющего полета на уровне просто таких легких ассоциаций, оно существует, оно и есть. Причем из той же аэрокосмической эстетики взят еще один элемент, это ручной тормоз. Забавный парадокс, на самолете обычно вот такая ручка, это сектор газа, используется для того, чтобы в том числе и ускориться. Здесь же она однозначно работает на то, чтобы остановиться. И с не очень мощным двигателем под капотом, этот элемент выглядит несколько двусмысленно и даже комично. Поэтому, на наш взгляд, оптимальный мотор для этого автомобиля, тот самый 225-сильный агрегат, который ставится в том числе и на Ford Focus ST220, он предусмотрен для этой машины и входит в комплектацию топовой версии. Но, возвращаясь к убранству, заметим, что вот это весьма эпатажное обрамление имеет неплохую начинку, неплохое содержание. Ну, взять хотя бы такую приятную мелочь, как раздельный климат-контроль. Это встречается далеко не на каждом автомобиле такого класса. Или пятидиапазонный подогрев водительского и пассажирского кресел. Причем, это не просто подогрев, это еще и вентиляция. А вот эта функция уже и вовсе из репертуара автомобилей представительского класса. Собственно, не менее пафосно смотрится и сочетание алькантары, искусственной замши и натуральной кожи в отделке передних кресел. Легкий намек на изысканность. Легкий намек на роскошь. Да, не утратив своих талантов по размещению большого количества багажа, сохранив способность по комфортному перемещению большой компании, эти машины заметно прибавили по части стиля. И человеку, случайно оказавшемуся за рулем такого автомобиля, уже не надо прикрывать лицо. Стыдливо прикрывать лицо. В салоне Мазды попроще. Или поспокойнее, так тоже можно сказать. Здесь нет того аэрокосмического дизайна, которому подвержен S-MAX. Пластик торпеды подешевле. Климат-контроль не на два уровня. Да и кресло обтянуто совсем не кожей. Но с другой стороны, мы говорим о семейном автомобиле. Об автомобиле, который должен поражать воображение богатством функциональных возможностей. И с этой точки зрения, даже материал вместо ноутбука выглядит предпочтительнее. Ведь представьте, чем таким надо тирать ноутбук S-MAX, если ребенок прольет на него сок. Или, прошу прощения за откровенность, его просто стошнит в дальней дороге. Но все-таки Мазда пока далека от идеала семейного автомобиля. Ведь если мы говорим семейный, то мы предполагаем, что вот за этим самым рулем может сидеть женщина. Мать тех самых детей, для которых вот там в багажнике сделано два дополнительных места. Этой матери тяжело будет следить за своей детворой, отвлекаясь периодически вот на эту вот штуку. Ведь при всем богатстве комплектации, на Мазде 5 просто не предусмотрена автоматическая трансмиссия. Да, конечно, минивэна покупают не за тем, чтобы пилить резину до кордов поворота. Но требования по безопасности стали жестче, а управляемость там играет не последнюю роль. И вполне легковое поведение эти машины сегодня уже гарантируют. Причем до такого уровня, что вообще стирается грань между минивэном и семейным универсалом. Во всяком случае, чтобы подчувствовать эту разницу, уже потребует измерительное оборудование. Своим приведением в поворотах, Форд вообще предлагает забыть, что сзади есть какое-то дополнительное пространство для детей и багажа. А вот Мазда 5 все же порой напоминает, что она маленький автобус, который прежде всего заточен под функциональный комфорт. Папе не быть ралисом. Безнаказанно вести хвостом участь других автомобилей. Мне кажется, самый большой недостаток 5-й Мазды состоит в том, что у нее отключается электронная система стабилизации. Посмотрите, как этот сундук валится наружу. Я надеюсь, что этот парень внутри еще не трогал заметную кнопочку отключения системы. А что же будет, если он ее тронет? Страшно подумать. И все же мы выбираем и любим мини-вены совсем за другое. Обе машины порадовали отменной обзорностью, но и не мудрено, ведь посадка тут более вертикальная, а площадь стекол куда больше, чем в каком-нибудь городском седане. И в том и в другом автомобиле есть емный намек на некий стиль. Правда, у S-Max эта претензия куда сильнее. Но тут надо выбирать. Семейный вечер при свечах или пьянка в пивной с товарищами. И если уж семью и на дачу, то не стоит делать вид, что отправляешься на гоночную трассу. Но с другой стороны, его багажник предлагает достаточно вариантов компоновочных решений. Из минусов – шумный салон, но явно экономили на звукоизоляции и отсутствии третьего ряда сидений. Мазда выбрала другую тактику. Она полностью сконцентрировалась на своем семейном предназначении. Ящички, ниши, третий ряд сидений, столики для проголодавшихся в дороге детей. Но плита вполне достойной внешности, материалы, отделки, не оскорбляющие для тестета. Вот только автоматы сюда еще. В общем, два вполне достойных предложения для молодой семьи. Одна из которых думает о детях, а другая уже сделала выбор в пользу своего будущего. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok